Дорогие братья и сестры Мы продолжаем исследование библейской истории И мы движемся все далее и далее И в прошлый раз мы рассмотрели период разделенных царств Или по-другому период первого храма С исторической точки зрения От постройки храма Соломоном До разрушения его при начале Вавилонского плена Сегодня мы коснемся этого же периода Но с другой стороны Со стороны пророческого служения в Израиле И с лекцией о малых пророках Почему они называются малыми пророками В какой исторической ситуации они жили Благовествовали Почему их 12 Их тексты собраны в единую книгу малых пророков Об этом нам сегодня расскажет Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Доцент Срединской духовной семинарии Диакон Владимир Василик Дорогие братья и сестры Сердечно благодарю вас За ваше внимание Прошу прощения Что из-за Моих обстоятельств Вынужден был несколько нарушить благочиние И изменить время занятий Хотелось бы с вами побеседовать О 12 Так называемых малых пророков Почему они называются малыми И В чем их отличие от великих Да пожалуй Разве что размерами пророческих книг Ну вот скажем Книга пророка Исаии составляет 66 глав А вот к примеру Книга пророка Аввакума всего 3 главы И так далее Но они Отнюдь не являются малыми По своему духовному значению И само это деление На малых и великих На Катуним Игдолим Навим Оно Является в достаточной степени Условным И появилось оно В послепленный период Точнее даже ближе к Ленистическому периоду Когда Окончательно формировался Канун Библии И собирались Книги пророков Мы с вами увидим Что Порядок книг Малых пророков Отнюдь не является историческим А Связан С их Значением С одной стороны С другой стороны Исторический критерий Имеет здесь Некое влияние Но только относительное Итак из кого состоит Цикл Книги двенадцати пророков Это книга пророка Осии Книги пророка Иоиля Книга пророка Амоса Авдея Ионы Михея Наума Аввакума Сафонии Агея Захарии И Малахии Теперь Дорогие братья и сестры Чуть-чуть вдумаемся Что означает слово Пророк Какие есть у вас мысли На этот счет Ну от какого русского слова Пророк От слова Прорекаю То есть тот кто Прорекает будущее А по еврейски Слово Нави Означает Вещатель Восклицатель Тот кто Возвещает Но вопрос что Не только будущее Но и настоящее Ибо святые пророки Являлись сердцеведцами Ибо они Воистину Провещали Конечно будущее Но главное Состоит в другом То что пророки Являлись Друзьями Божьими Как сказал В свое время Господь Аврааму Утаю ли я От Авраама То что Хочу совершить А Моисею Что было сказано Глаголил Господь Лицом к лицу С Моисеем Как с другом Своим И вот это Непостижимое Явление Дружества Человека С Богом Вот что Мы видим В пророках Они Созерцали Неизреченные Откровения Неведомые Тайны Божьи Мы Мы еще Увидим С вами Какие Тайны Созерцал Святой Пророк Иезекиил И как Он пытался Подобрать Слова Для Изречения Неизъяснимого Но Неизъяснимые Тайны Видели И Малые Пророки Это Одна Сторона А Другая Сторона Состоит В том Что Они Являлись Служителями Израиля И Служителями Общественными И Проповедовали В Очень Нелегкие Времена Служение Малых Пророков Занимает Время От Восьмого Века До Рождества Христова До Пятого От До Пленного И Пленного Периода И Кончая Послепленным И вот Одним Из первых Служителей Явился Святой Пророк Амос Святой Пророк Амос Жил В Восьмом Веке До Рождества Христова К сожалению Нам неизвестно Время Его Рождения Известно Лишь Время Время Служения Известно Время Его Акме Когда Он Вышел Проповедовать В книге Его Сказано О том Что Проповедь Его Была За Два Года До Великого Землетрясения Которое Произошло Около 750 Года До Рождества Христова И Святой Пророк Амос Не Был Ни Пророком Ни Сыном Пророка Как Об Этому Говорится В Его Книге Он Был Простым Человеком Он Был Пастухом И Собирателем Смоков Собирателем Сикамор Как Об Этому Говорится В Его Книге Но Однако Господь Повелел Ему И Он Стал Пророчествовать Лев Зарыкал Кто Не Содрогнется Господь Повелел Кто Не Будет Пророчествовать И Пророчества Святого Пророка Амоса Обращены Не Только К Израилю Но И Ко Всем Народам И Сказал Господь Возгремит Сиона И Даст Глаз Свой Из Иерусалима И Восплачут Хижины Пастухов И Сохнет Вершина Кармила Вначале Святой Пророк Амос Обращается К Языческим Народам Начинает Он С Дамасского Царства За Три Преступления Дамаска И за Четыре Не Пощажу Его Ибо Они Молотили Галаад Железными Молотилами И Пошлю Огонь На Дом Азаила И Пожрет Он Чертоги Вен Адада И Сокрушу Затвор И Дамаска И Истреблю Жителей Долины Авены Держащего Скиптер Из Дома Эденова И Пойдет Народ Арамейский В плен Кир Говорит Господь Дорогие Братья И Сестры Дамаскское Царство Существовало Из Древле В свое Время В 10 Веке До Рождества Христова Его Покорил Царь И Пророк Давид Но Во времена Соломона Оно Отпало От Израиля Получило Независимость А в период Разделенных Царств Когда Израиль Разделился И Ослаб Дамаскское Царство Устремилось На Северное Израильское Царство Особенно Велики Были Захваты Во времена Царя Азаила Или Хазаэля До Нас Дошла Хвостливая Его Надпись В Котором Он Говорит О Своих Великих Завоеваниях Как раз В Галааде И Во Время Сирийских Нашествий Сирийцы Позволяли Себе Страшной Жестокости Они Молотили Галаад Железными Молотилами Так Сирийцы Расправлялись С пленными Их Связанными Клали Под Железные Молотилки Которыми Вымолачивали Хлеб И Живых Людей Разбивали Железными Зубчатыми Молотами И Вот За все Это Господь Карает Дамаск В 732 Сирийский Царь Сеглад Полосар После Долгой Трехлетней Войны Сокрушил Силу Дамасского Войска Осадил Дамаск Дамаск Взял Дамаск Во времена Судей Но это Было Далеко Не все Филистимские Города И в период Разделенных Царств Врывались Сграбительскими Набегами В Иудейские Пределы И Пленников Они Предавали Государству Эдому Которая Ненавидела Израиль И вот За это Предательство Пророк Предвещает Им Наказание Опять-таки От Осирийцев В 701 году До Рождества Христова Царь Синахирип Совершил Карательный Поход На Восставшие Филистимские Города И Разорил Их Страшным Разорением Невозможно Без Содрогания Читать Эти Хвостливые Рассказы О Сирийской Царе Аль Ме Акшуды Нагир Ряпполь Окружил Взял Огнем Сжег Трупы Жителей На Кольях Я Развесил Вот Так Промысел Божий Карал Предательство Буквально Еще один Штрих Так Говорит Господь За Три Преступления Эдома И За Четыре Не Пощежу Его Ибо Он Преследовал Брата Своего И Подавил Чувство Родства От Кого Происходят Эдомитяне Согласно Библии От Исава Родного Брата Иакова И Вот Этот Братский Завет Эдомом Был Попран Он Смотрел На Израиль На Иуду Всего Лишь Как На Свою Добычу Всего Лишь Как На Свою Пищу И Он Действительно Подавил Чувство Родства Свирепствовал Постоянно В гневе Своем Всегда Сохранял Ярость Твою Не Лучше Себя Вели Аммонитяне За Три Преступления Сынов Аммоновых И за Четыре Не Пощежу Их Ибо Они Рассекали Беременных В Галааде Чтобы Расширить Пределы Свои Это Народ Аммонитян Который Опять-таки Происходил От Авраама Тоже Родственники Израиля Но Аммонитяне Были Неистовыми Хищниками Которые Претендовали На Богатую Равнину Галаад И Вместе С Дамаском Часто Опустошали Израиль И По сути Дело Занимались Геноцидом В самых Жестоких Войнах Женщин Особенно Беременных Щадили А они Рассекали Беременных Вероятно На потеху Себе А еще И для того Чтобы Расширить Пределы Свои Вам это Ничего не Напоминает Из истории 20 века Мне Напоминает Немецкую Доктрину Жизненного Пространства Когда Немцы Истребляли Всех В том числе Беременных Женщин Об этом Хорошо В свое время Сказал Святитель Николай Велимирович А нам Известно Их Человеконенавистническая Доктрина Жизненного Пространства О том Что они Должны Захватить Как можно Больше Земель Полей Садов Лесов Но вы Сербы Воскликните В ужасе Как вы Можете Это совершить Если там Живут Ваши Братья Как Легко Сделаем Отвечают Они Совсем Легко Жителей Потравим Газами Потопим В воде Истребим Как гусениц А сами Сядем За их Столы Будем Есть Пить И веселиться Это Логика Любых Захватчиков И вот То Что мы Видим Отвечаем Однако В Израиле Это Бледные Прообразы Того Что состоялось В будущем И наказание Опять-таки За это Последовало Тоже От Осирии Запалю огонь В стенах Равы И пожру Чертоги Среди Крика В день Брани В день Буря Но Наказание Грядет Не только За языческие Народы На языческие Народы И Заметим За что Пророк Амос Предрекает Им Наказание За то Что они Не знали Истинного Бога Нет За то Что они Попрали Заветы Человечности За то Что они Попрали Те заветы Которые Бог Дал Еще Право Цунною Но С Израилем И с Иудой Особый Суд Так Говорит Господь За три Преступления Иуды И за четыре Не пощажу Его Потому что Отвергли Закон Господень И постановление Его Не сохранили Идолы Вслед Которые Ходили Отцы Их Совратили Их С пути Вам Наверное Уже Рассказывали Про разделение Царств Было Дело Тогда Наверное Вы помните Кем был Царь Раваам И что Он Творил То что Извините Конечно За Подобные Сведения Но из песни Слов не выкинешь Царь Раваам Устроил Извините Мужскую Проституцию Культовую Ее Делатели Так и назывались Псы И служили Самым Богомерзким Идолам И после Раваама Целый ряд Царей Были Нечестивыми Идолопоклонниками И блудниками А при Царе Моносии Вообще Возродились Человеческие Жертвы Правда Это было После Амоса Но он Это Предрек И пошлю Огонь На Иуду И пожрет Чертоги Иерусалима Только По великому Милосердию Божию По промыслу Божию Это было Отвращено И произошло Только через 150 лет После Святого Пророка Амоса В 586 Году Когда пришел Навуходоносор И сжег Иерусалим И храм И царские Дворцы Но вот суд Приходит И на Израиль Так говорит Господь За три Преступления Израиля И за Четыре Не Пощежу Его Ибо Продают Правого За серебро И бедного За пару Сандалей Жаждут Небольшое И неприязненно была встречена проповедь святого пророка Амоса, когда ему сказали, иди в Иудею, удались отсюда и не пророчествуй здесь в Вифиле, потому что это святыня, дом царский. Слова Амоса казались кощунством и чем-то совершенно невозможным, но святой пророк Амос своим духовным взором ясно видел те язвы, которые раздирали и разъедали, казалось бы, славный Израиль. Какие они? Во-первых, конечно, угнетение бедных. И неправый суд. То, что называется коррупция. Продают правого за серебро, имеется в виду неправые судебные процессы, и бедного за пару сандалей. Скажите, друзья мои, что здесь хотел сказать пророк Амос вот этим образом? Продают бедного за пару сандалей. Это минимальный залог. Минимальный залог, который мог дать бедняк за себя минимум имущества. Но залог давался за займ. А займ, как вы сами понимаете, был под проценты. А знаете, какие проценты брали? 50% годовых было благотворительностью. Чаще всего давали проценты не за год, а за месяц. И в среднем 10% в месяц это была норма. Можете себе представить, если, скажем, бедняк разоренный неурожаем или нашествием саранчи, или засухой, приходит к богачу и просит ему дать взаймы на подъем хозяйства. Богач дает. Но только это означало в перспективе рабство для семьи этого бедняка. Теперь эти слова жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных. Почему прах земной? Что это за восточный обычай? Ну, могу сказать, что другой образ — это посыпание пеплом своей головы. Именно это делали в суде обвиняемые, когда видели, что дело их проиграно, и им остается только умолять о пощаде. И тогда действительно ее раздирали одежды свои, посыпали пылью свою голову. Но как вы думаете, трогало ли это жестокосердных богачей? Разумеется, нет. Богатство Самарии, богатство ее знати созидалось на ростовщичестве и на народных слезах. И заметим следующую вещь. Богатство разлагает. Богатство ведет к блуду, к неслыханному распутству. Вспомним извращенное распутство ханаанских городов. Вспомним распутство Содома и Гоморры, распутство Вавилонин. Ну и, конечно, распутство республиканского и императорского Рима. А здесь, вплоть до кровосмешения, даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. Еще одна черточка. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике. Одежду правоверный израильтянин не имел никакого права брать в залог. Об этом сказано в книге Левит. Если ты взял в залог одежду брата твоего, то позаботься вернуть ее, чтобы не возопил бедный на тебя и не услышал я этого, ибо я Господь Бог твой. Ну и еще одна черточка. Вино взыскиваемое с обвиняемых пьют в доме богов своих. И святой пророк Амос вспоминает те благодеяния, которые Бог даровал Израилю. Я истребил перед лицом их Амарея, которого высота была как высота кедра и который был крепок как дуб. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю Амарейскую. Из сыновей ваших я избирал пророки и юноши ваших Назареи. Иными словами, Бог даровал Израилю землю обетованную. Бог даровал Израилю святыню святость пророчества, святость прошу прощения, святость Назарейства. И как ответил на эту святыню Израиль? А вы Назареев поили вином и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуй. Пророк Амос обличает идолопоклонство, служение тельцам, служение иным богам, непотребство, которое творил Израиль. И за это последует возмездие. Я предавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами. И у проворного не хватит силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, не стреляющий из лука не устоит. И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит господь. О чем это? О приходе ассирийцев. Самарийское царство после Иераваама погружается в период смут, переворотов, узурпаций. И погубило Израильское царство коалиция с Дамаском, который был настроен антиасирийски, и желание присоединить к антиасирийской коалиции Иудею. Иудея в эту авантюру не вступила, и тогда союзники Израиль и Дамасское царство осадили Иерусалим. Но тогда царь Иудеи Ахаз призвал царя Теглад-Паласара. Теглад-Паласар пришел, нанес поражение Дамаску от Торг северной провинции от Самарии прежде всего Галаад. А потом его преемник Салмонасар Пятый осадил Самарию, когда увидел в царе Осии измену. и его преемник Саргон Второй взял Самарию, а жителей Самарии повел в плен. И однако пророк Амос говорит о том, что Господь долготерпелив, он дает шанс для спасения. Он призывает своих соплеменников «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло, и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудия». Может, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Пророк Амос предрекает переселение в землю северную как наказание за жестокость, за сладострастие, за развращенность, за воровство, за ростовщичество и за идолопоклонство. Позднее его слова повторит пророк, повторит дьякон Стефан. «Вы создали скинию Молоха и звезду Бога вашего Римфана, поэтому я переселю вас за Дамаск», говорит Господь. Пророк Амос является пророком судного дня, второго пришествия Господа. «Горе желающим Дня Господня, для чего вам этот День Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведей. Если бы пришел домой, оперся рукой о стену, и земля и змея ужалила бы его. Разве День Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. И единственное средство отвратить этот день и явить Господа милостивым, это, конечно же, правосудие. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. И вот эти слова, о которых я вам говорю, приносили у меня жертвы всесожжения в пустыне в течение сорока дней дома Израилев. Выносили скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение которое сделали для себя. За это я переселю вас за Дамаск, говорит Господь. Культ жертвоприношения оказываются тщетными и ненужными, если за ними не стоит правда Божия. Дорогие братья и сестры, есть точка зрения, согласно которой пророка Амоса за его проповедь убили, и он мученически скончал свою проповедническую жизнь. Он и сам говорит о том, что в это скверное время благоразумный человек помалкивает, ибо злое это время. Память пророка Амоса связана с великим и значимым событием в жизни сербского народа. Это какой день? Кто знает? 15 июня день Косовской битвы. И день Святого Вида, Вида Вдена. Следующий пророк Северного Царства, это пророк Осия. Когда он пророчествовал? Слово Господне, которое было Косии, сыну Беерину во дни Азии и Афама Ахаза и Зики царей иудейских и во дни Иераваама сына Иасова царя Израильского. Вот только по этой краткой заметке мы можем судить, что он жил во времена целого ряда иудейских царей и по-видимому дожил до погибели Самарийского царства, о котором он и пророчествовал. Мы знаем, что у него была несчастная семейная жизнь. Он взял за себя женщину вольного поведения, но сделал это, судя по книге, по особому повелению Божию. Начало слова Господника Асии и сказал Господь Асии, иди возьми себе жену-блудницу и детей-блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел я и взял Гумер, дочь Девлаима, она зачала и родила ему сына. Это поступок для Израиля был чрезвычайным. Взять откровенную блудницу в жены, это означало обесчестить себя, означало себя опозорить. но пророк Асия это совершает для того, чтобы обличить беззаконие Израиля. Мы видим, что пророки временами совершают поступки, которые называются в нашем обществе асоциальными или девиантными. Например, пророк Исаия ходил голым и босым в знак чего? Кто-то помнит. То, что израильтяне пойдут в плен голыми и босыми. Пророк Иезекииль во время осады Иерусалима ел, извините за выражение, коровьи лепешки и полгода лежал на боку. Чертил планы Иерусалима. Все над ним смеялись, все удивлялись. Но смех и удивление исчезли, когда пришел вестник с вестью о падении Иерусалима. Точно так же совершил и пророк Осия. Для обличения израильского беззакония, блуда, который творил Израиль, израильского нечестия. Блуд искония означал измену. И в данном случае речь идет об измене истинному Богу. Попранию его заветов. в чем же оно состоит? Об этом подробнейшим образом пророк Осия говорит в 4 главе. «Слушайте слово Господне сыны Израилевы, ибо суду Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Время жизни святого пророка Осии это время постоянных переворотов, когда один царь свергает другого, когда военачальники замышляют заговоры на своих царей, и когда временами некоторые цари правили всего несколько недель. Ну, а что касается убийства и воровства, то оно еще приумножилось со времен святого пророка Амоса. Но и не только это. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда и вел их в заблуждение и блудодействие они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы и на холмах совершают кождение. Под дубом и тополем и теревинфом, ибо хороша от них тень, поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. О чем здесь идет речь? О поклонении ложным богам хананеев об устройстве культовых рощ, аширот. Где стояли кумиры этих богов, как правило, достаточно простые, временами даже просто деревянные фетиши. А временами просто деревья. Народ вопрошает свое дерево, жезл дает ему ответ. И там, в этих рощах, творились такие вещи, о которых при дамах и детях я не имею никакого права говорить. И вот эти непотребства совершались на высотах Израиля. При этом этим занимались отнюдь не только священные блудницы, а в положенные времена также и дочери израильские, все считавшие это своим священным долгом. И это при том, что этому народу было дано истинное боговедение. И что будет с народом то и со священником, прошу прощения, то и со священником. Накажу его по путям его и воздам его по делам его. Дело в том, что священники истинного бога смирились с этой ситуацией и смотрели на нее сквозь пальцы. Лишь бы было им хорошо, лишь бы им шел доход, лишь бы им приносили дары и совершались честь бога Израилева тучные жертвы. И по сути дела они являлись виновниками этого преступления и соответственно грядущей катастрофы. Катастрофы 722 года. И однако святой пророк Осия не лишает своих слушателей надежды. Он знает милость Божию, знает божественное долготерпение и призывает своих слушателей. В скорби своей они раннего утра будут искать меня, говорить, пойдем и возвратимся к Господу. Ибо Он уязвил, Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом его. Скажите, пожалуйста, вот это оживит нас через два дня, и в третий день восставит нас, что мог провидеть святой пророк Осия? Воскресение Христова. Совершенно верно. Это пророчество о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. И через семь с половиной веков Господь Иисус Христос повторит его слова. Я милости хочу, а не жертвы, и богопознание более, чем всесожжение. Боговедение по-еврейски даат илохим. Это больше, чем просто знание о Боге. Иаков говорит, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но не понимаешь ли ты неосновательный человек, что вера без дел мертва. Соответственно, боговедение даат илохим. Это есть вера деятельная и познание, связанное с практическими делами любви и милости. Вот эти два столпа даат илохим, богопознание и милость, хесед, то, к чему святой пророк Осия призывает своих слушателей. он видит грядущую погибель Израиля, трубу кустам твоим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и приступили закон мой. и предвещает на заре погибнет царь Израилев. Так оно по сути дела и произошло в далеком и страшном 722 году. Вот эти слова, говорящие о неразделенной любви Бога. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Скажите, пожалуйста, где в Новом Завете приведены эти слова и в связи с чем? В связи с бегством святого семейства в Египет. В Евангелии от Матфея. Ну вот обратимся к заветному контексту. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву валом и кадили истуканом. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ашсур он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. Тогда скажите, пожалуйста, друзья мои, а все же почему эти слова приведены евангелистом Матфеем применительно к бегству в Египет святого семейства Девы Марии Господа Иисуса Христа? Ведь, казалось бы, здесь совершенно не о том. Говорится о том, что некогда было, что некогда было и оказалось несостоятельным. То, что кончилось провалом и катастрофой, разгромом Самарии и Ассирийским пленом. Как вы думаете, почему все же евангелист Матфей привел эти слова как пророчество о будущем исходе Христа из Египта? Исход Моисеев оказался незаконченным. Он оказался несовершенным и несовершенным. Позднее апостол Павел в послании к римлянам скажет, что не хочу вас, братья, оставить неведение, что отцы наши были под облаком и под морем, все крестились в Моисея, все пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но далее с горестью говорит, не о многих благоволил Бог, ибо поражены они были в пустыне. И оказалось, что Израиль оказался негодным для этого дела. И сам Моисей, скажите, пожалуйста, дошел ли он до земли обетованный? Нет. А где он скончался? На границе с ней. Он только увидел ее издали. И, соответственно, Господь Иисус Христос, новый Моисей, вождь нового Израиля в землю обетованная, довершает то, что не довершил Моисей. И вот поэтому как раз посреди пророчества о грядущем падении Северного Израильского Царства и звучат эти слова из Египта воззвал я сына, Моего. Потому что Господь проводит Израиль через целую цепь катастроф, через погибель одного царства, другого, временного лишения храма, тяжкого плена, для того, чтобы в конечном счете даровать лучшим из израильтян царство негиблющее. И в конце содержится еще более удивительное пророчество. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твоя жала? Ад, где твоя победа? Раскаяние в том не будет у меня. это безусловно пророчество о чем? Воскресение Христовом. И вот эти слова мы слышим когда? Каждую пасхальную ночь и в каком тексте? В слове святителя Иоанна Златоуста. Ну и в довершении выведем все-таки вам икону святого пророка Василия. Это изображение фреска 14 века этого топедия святая гора Афон. Так углаголит Господь. Но переходим к следующему пророку. К святому пророку Ионе. Да, это сцена из Псалтири. Византийской Псалтири 9 века, когда кит извергает Иону. Кит здесь, конечно, замечательный. Кого он вам напоминает более по своей физиономии? Кабана. По-видимому, миниатюрист живых китов не видел, но, вероятно, ему важно было изобразить нечто другое, а именно демонскую, дьявольскую силу. Ведь кит кого символизирует? Дьявола? И несколько слов по поводу книги пророка Ионы и самого пророка Ионы. Исследователи, к сожалению, настроены по отношению к книге пророка Ионы скептично, и большинство из них не видят за ней исторических реалий и относят книгу к позднему периоду едва ли не к пятому четвертому веку до Рождества Христова. Но, опять-таки, во-первых, далеко не все, а во-вторых, мне кажется, да и не только мне, но целому ряду исторических, что они глубоко не правы. Дело в том, что книга пророка Ионы имеет целый ряд важных исторических свидетельств. Во-первых, о близости погибели для Ненавии и об отмене суда Божия для Ненавии. Было слово Господне Кеоне сыну Амафиину «Встань, иди в Ненавию, город великий и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». А между тем пророк Иона согласно существующей традиции жил в восьмом веке до Рождества Христова и едва ли не ранее, чем Амос и Оси. А Ассирия в первой половине восьмого века переживала жестокий кризис. Ассирийцам пришлось не только временно отказаться от своих завоеваний, но ассирийцы едва могли оборонять собственные рубежи. Почему? Потому что могущественные урарты жители северного царства на территории современной Армении и государства Армении и великой Армении, находящейся ныне в Турции. Шаг за шагом отвоевывали ассирийцы их земли. И, собственно говоря, к 60-м начале 50-х годов для Ассирии сложилась критическая ситуация грядущей военной катастрофы. Только царь Теглад Паласар смог вытащить Ассирию из этого кризиса, нанести поражение Урартом и вновь начать завоевание. Дальше посмотрим, куда бежал пророк Иона. Встал Иона, чтобы бежать от лица Господня. И пришел в Иопею, нашел корабль отправлявшийся Тарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними Тарсис от лица Господа. Где находится Тарсис, друзья мои? Испания – это юго-восток Испании, Тартес, древние финикийские колонии, которые затем стали могущественным торговым государством. Тартес наживался на посреднической торговле оловом, которое привозили аж из Британских островов, а также на торговле серебром, которое в изобилии было в Тартесе или Тарсисе. В Псалме 71-м о Соломоне говорится о том, что жители Тарсиса принесут ему дары свои, то есть, говоря по-нашему, с края земли, потому что за Тарсисом лежали так называемые столбы Мелькарта. Позднее греки называли их Геракловыми столпами, а римляне Геркулесовыми столпами. Что это за пролив, друзья мои? Гибралтарский пролив, совершенно верно. это Гибралтарский пролив, край вселенной. И вот именно туда надумал бежать пророк Иона, потому что Иудея и Израиль постоянно торговали с Тарсисом. Это гордое богатое государство дожило до конца шестого века до Рождества Христова. В пятом, четвертом веке до Рождества Христова о нем уже ничего не слышали. Соответственно, это опять-таки реалия восьмого века до Рождества. И хотя бы по этим двум черточкам можно судить о историчности пророка, книги пророка Иона. Теперь скажите, пожалуйста, почему пророк Иона так поступил? почему он решил бежать в Тарсис вместо того, чтобы выполнять поручения, данные ему свыше? Какие мысли есть? Громче? Со страху. А чего он боялся? То, что ассирийцы его посадят на кол или сдерут с него живого кожу за недолжные пророчества? Это страха или нет? То, что он не поверит. Да нет, мотивация у него была совершенно другой. И мотивация, честно говоря, нехорошая. Пророк Иона был, конечно, мужественным человеком, сильным человеком, но отнюдь не великодушным человеком. Он об этом подробнейшим образом говорит в конце книги. И молился он ко Господу и сказал, о Господи, это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Потому я побежал в Тарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. Как вы думаете, пророк огорчился, потому что не сбылось ли его пророчество или еще от чего-то? Он огорчился из-за того, что пророчество не сбылось и астерийцы были не наказаны? Дело в том, что в его памяти еще оставались сирийские нашествия, куча отрубленных голов, колья с замученными пленниками и так далее, и прочие ужасы. Опять-таки, извините за кровопролитные и страшные подробности. и Иона не желал астерийцам покаяния, и Иона не желал астерийцам избавления. Он желал одного мести, возмездия, погибели этому кровавому городу. но скажите, разве это было в божественных планах? Разве для того Господь посылал Иону в ненави? Господь желал покаяния и обращения ненавитим. И в самом конце, когда пророк Иона сокрушается по поводу растения, которое засохло над его головой, он подвергся солнечному зною, Господь ему говорит, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, которого не растил, которое в одну ночь выросло, а в одну ночь и пропало. Мне ли не пожалеть ненави города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота? Господь являет себя как щедрой и милостивой, долготерпеливой и многомилостивой, а еще и потому, что роль Ассирии, роль ненавии, как бича Божия, была не исполнена. Им необходимо было, чтобы Ассирийское царство продолжило существовать, для того, чтобы через него Бог совершил свои замыслы. наказал и уничтожил Самарию, и наказал, но помиловал Израиль. Книга пророка Ионы исполнена великих смыслов, и, конечно, эти смыслы христологические. Кит проглатывает Иону, и сколько было времени Иона в очреве китовом? Три дня и три ночи. Позднее это вспомнит Христос, говоря, род лукавый и пребыводейный ищет знамени, и знамени не дастся ему, кроме знамени пророка Ионы. «Ибо как Иона был в очреве китовом три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Замечательно та песнь, которую воспевает святой пророк Иона в очреве кита. Молитва Ионы в очреве китовом. Возопил я ко Господу в скорби моей и услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили над мною. И сказал я отринут от очей твоих, однако опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня. Морской травой обвита была голова моя. До оснований гор я не шел, земля своими затворами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святаго твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. Я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал. Исполню у Господа спасение. Итак, во-первых, в этой молитве проявляется удивительная прозорливость Ионы. Он, находясь в очреве кита, духовным взором видел морские глубины, морские горы, морские расщелины, морские водоросли. Во-вторых, душа его стремится к Иерусалиму, ко храму святому. И он с горестью видит, что хранящие суетные и ложные оставят милость свою, то есть Христа. И Христос сойдет в глубины земли, как Иона сошел в очрево кита, чтобы спасти род человеческий. И Христос изыдет из сердца земли, чтобы во имя его проповедовалось покаяние по всем пределам вселенной. Подобно тому, как Иона проповедовал Ненавитинам, и поверили Ненавитине во главе с царем, вероятно, был это Ашурдан четвертый. Ионе и покаялись сидя на пепле в рубище. И обратился каждый от злых путей своих. И какой это был вообще великий урок для Израиля, который не захотел каяться, а ассирийцы покаялись. Поэтому ассирийцы и стали победителями Израиля. Наверное, многие из вас знакомы с теорией этногенеза и пассионарности Льва Николаевича Гумилева. Скажите, пожалуйста, что вам напоминает состояние Самарии, описанное пророками Амосом и Осей? Это напоминает состояние обскурации, состояние упадка, когда страна начинает вырождаться, когда в ней господствует хищничество, коррупция, когда население порабощается своими же своей же элитой, обессиливает и становится легкой добычей для врагов. И напротив, покаяние ассирийцев это своего рода взлет пассионарности. Кто такой пассионарий? Это человек, который жертвует. В данном случае ассирийцы жертвовали своей гордынью, своим самолюбием, своими интересами для того, чтобы получить спасение. В результате они оказались в очередной раз на акматическом подъеме, с чем и связано создание могущественной ассирийской державы. Но опять-таки покаяние ненавитин это прообраз великого грядущего покаяния, которое явили языческие народы в укор нераскаянному Израилю. В том числе те же сирийцы, которые до сих пор, несмотря на страшные испытания, пусть и в меньшинстве, но хранят веру Христову в горящем огнем Ираке, горящей Сирии. Дорогие друзья, я свято чту уголовный кодекс, административный и распорядок Сретенской семинарии. Начальство мне велит устроить пятиминутный перерыв. После этого мы еще немного поработаем, а потом полный простор для ваших вопросов и для моих ответов. Продолжение следует...